Я благодарен Тебе В жажду В сердце каждого человека Благовещенске Пусть уйдет всякое равнодушие Пусть уйдет всякое неверие Пусть уйдет всякий страх Ибо все, что не поверит грех Любая молитва не поверит грех Любое поклонение не поверит грех Пусть придет Дух веры каждое сердце Пусть придет Дух веры каждое сердце Пусть придет конец всякой умственной веры Во имя Иисуса Я прошу тебя благослови отец Во имя Иисуса Это собрание Это служение Во имя Отца и Сына Святого Духа И все доскажут Амин Добрый вечер народ Божий Садитесь, пожалуйста Большой привет из Лисвы От пастора Олега Старикова От его жены Аллы От многих тех пасторов, служителей Которые учились здесь у нас в библейской школе Они были на этой конференции В Лисве была мощная конференция Очень сильное движение Духа Святого Народ очень сильно жаждет Великого Бога Великого Иисуса А куда приходит жажда А туда приходит Бог Нет жажды Нет никакого Бога Пастор Олег Стариков Он подготовил хороший жертвенник Был теплый прием Дружелюбный прием И у нас было доброе-доброе общение С пастором Константином Зотовым Так что он будет в октябре у нас на конференции здесь Знаете Надо стать верующим Надо разрушить всякое неверие Потому что все, что не поверит, грех Без веры все люди пойдут в ад Никто не спасется Даже из церковной скамейки пойдут в ад Без веры Все, что не поверит, грех Добро делаем не поверит, грех Проповедуем не поверит, грех Свидетельствуем не поверит, грех Когда приходит вера Приходит дух Когда приходит дух Приходит вера Взрывается дух во имя Иисуса Христа Нам нужен дух Бога живого Нам нужен Иисус Христос В огне Святого Духа Нам нужна Его слава И Его победа С таким теплым состоянием Ты ничего не получишь от Бога Ни исцеления, ни чудо, ни спасения Ни небеса, ни вечность Пора объявлять войну своему неверию Своему неверию Во имя Иисуса Люди Люди собираются приехать Многие пасторы На библейскую школу Один пастор из Керчи Приехал на машине Две с половиной тысячи километров На эту конференцию Один За рулем Жажда Жажда Творит великие чудеса И Бог творил великие чудеса Садитесь, пожалуйста Евангелие от Матфея 19 глава 26 стих А Иисус Возрев сказал им Людям это невозможно Богу же все возможно Людям это невозможно А Богу все возможно Евангелие от Марка 9.23 Евангелие от Марка 9.23 Иисус сказал ему Если сможешь Сколько-нибудь веровать Можешь веровать Все возможно верующему Все возможно верующему Все возможно Богу И все возможно верующему А людям это невозможно Верующие люди Это не одно и то же Многие христиане Превратились в люди Хотя должны быть верующими Поэтому в жизни Прекратились чудеса Прекратились благословения Поэтому в жизни Больше не горит Огонь Святого Духа Поэтому в жизни Больше нет Никакой жажды По сверхъестественному Богу Богу все возможно Абсолютно все Поэтому вера Это и есть тот канал Когда все Что возможно Богу Становится возможно верующему Поэтому все То что возможно Богу Становится Возможным верующему Не просто людям Не просто человеку Не просто тот Который ходит в церковь Не просто просто посещает церковь Не просто тот Который просто поднимает руки Даже не просто те Которые в суе говорят Иисус Или просто без веры Говорят Иисус Когда ты говоришь Иисус верую Иисус тут же проявляется Иисус тут же является Тут же приходит Его присутствие Тут же приходит его прикосновения, тут же приходит его огонь, тут же приходит его власть, тут же приходит его сила, его слава, его поважание, его мудрость, его дух, его откровение. С такой верою вы все пойдете в ад. Потому что нет веры. Без веры Богу угодить невозможно. Апостол Павел говорит, имея тот же дух веры, говорим, когда есть дух веры, вера не молчит, вера говорит, вера реагирует, вера проповедует, вера двигается, вера служит, вера свидетельствует, вера спасает, вера исцеляет. Вера не лежит месяцами после операции на реабилитации. Вера не жалеет себя, вера приносит жертву себя. И говорит, во всем вся слава Господу моему Иисусу Христу. У меня было тысяча оправданий. Позвонить пастору и сказать, извини, я не смогу. После операции то неудобство, то неудобство. То, что делают многие христиане. Но я служу великому Богу. Я служу царю всех царей, Господу всех господствующих. Я служу Иисусу. Он мой Бог. Он мой Господь. Когда я люблю Его, я здесь. Когда я не люблю Его, я не здесь. Люди отступают от веры. Отступили от веры. Отступили от веры. Не уверены, потому что в церкви нет любви. Послушайте, сколько бы не было церкви любви, когда ты отступил от веры. Для тебя в церкви нет любви. Поэтому вера это канал, через который мы получаем божественные возможности. Вера позволяет то, что возможно Богу. Вера позволяет то, что возможно Богу. Стать возможным. Послушайте, Божьи возможности становятся реальностью для нас через эту веру. Понимаешь? Ту веру, которую ты придумал, если эта вера для тебя не приносит божественные возможности, выкинь эту веру. Это не та вера. Это не библейская вера. Это не та вера, о которой говорит Иисус Христос. Это твоя человеческая вера. Это бесовская вера. Это ты в рабстве. Это вера. Ты в заблуждении по имя Иисуса. Пора выкинуть все из головы. Пора выкинуть и сказать, Боже, я хочу стать настоящим верующим. Чтобы поднять на уши этот город, нужно всего лишь 12 человек, 12 верующих, 120 учеников, которые на уши поставят весь город, всю область по имени Иисуса Христа. Всего лишь верующие люди. верить. Это означает действовать. Верить. Ходить вере. Это действовать вере. Действовать вере. Действовать вере. Я до сих пор думаю, это же надо же. Без веры Богу угодить невозможно. Невозможно пройти эти сумасшедшие три дня до Крыма. Самолет. Гостинница в Сочи. Потом пояс. Потом, 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 когда эти все трубы у тебя торчат, ты продолжаешь идти к Богу. Когда проповедуешь Евангелие. Когда служишь Богу. Когда исцеляешь людей. Когда возлагаешь руки на больных. Это невозможно. Божья рука приходит туда, где есть вера. И Он дает силу пройти сверхъестественную силу, сверхъестественную поддержку. Все эти действия из сердца. Все эти молитвы из сердца. Все эти служения из сердца. Из сердца. Вера сердечная категория. Не умственная категория. Вера, она не может тлеть. Что такое неверие? Не верить. Что такое неверие? Это ты лишен веры. Что такое неверие? это аннулированная вера. Аннулированная вера. Многие ходят в церковь, потом мне объявляют 10 лет, 15, пастор, я вообще-то думаю, по-моему, я неверующий. Можешь пора стать верующим? Это христианам надо умудряться ходить 30 лет в церковь, быть неверующим. 30 лет ходить в институт, да ты профессором станешь, если будешь учиться. Если будешь учиться. Если будешь учиться. А здесь говорят о вере, свидетельствуют о вере, говорят библейскую веру, показывают Иисуса Христа, показывают Его славу, показывают Его чудеса, реальные свидетельства. И так, и сядь со всех сторон, даже на одном лице Бог говорит, вот моя вера. Я даже не собираюсь тебя уговаривать, уверовать. Я даже не собираюсь уговаривать, чтобы ты вдохновился, кричал, вставал, или что-то что-то. Я даже тебя не вдохновляю, идти на небо. Хочешь идти на небо? Пойдешь. Хочешь идти в ад? Пойдешь. Хочешь верить? Никуда не денешься? будешь верить. Хочешь служить Богу? Будешь служить Богу? А если не хочешь, что бы не говорил? Все. Я не чиркач. Я не театр. Я не актер одного исполнения. Давай еще что-то покажи. Еще что-то умное нам говори. Еще что-нибудь створи здесь. Еще а теперь что ты скажешь? А после Алисии что скажешь? А после Карима что скажешь? Там 15 я полечу в Тагил. Я там буду служить жаждущим людям. Верующим людям, которые жаждут этого помазания. Жаждут этого огня. И Бог будет приходить и творить великие чудеса во имя Иисуса. Многие тестили Христа. Многие ходили за Христом. Они рядом, прямо плечом к плечу физически. Но только одна женщина с кровотечением. Она получила свое чудо. Потому что у нее была вера. У нее была вера. Она говорила в своем сердце. Я прикоснусь. Я подойду. Я заберу. Потому что я знаю, что от него исходит сила и исчезает всех. Людям дать Иисуса, это дать веру. Людям дать веру, это дать Иисуса. Все, что возможно Богу, возможно верующему. Все, что возможно верующему, возможно Богу, но невозможно людям. И у тебя есть выбор. Жизнь как верующий или жизнь как простые люди. Жизнь как верующие, которым доступны божественные возможности. Божественные возможности. Я благодарен Богу, что Бог меня исцелил от лейка плаки. Я увидел реальное чудо. Без содействия рук человеческих. Но я также благодарен Богу, что он прожил через скорбь, через операцию, через восстановление. До сих пор это и есть также его вера, которая формирует меня, чтобы его слава. Чтобы его слава. Я говорю, чтобы его слава. Чтобы его слава. Она была явлена. Для этого тоже нужна вера. Вера как терпение. Вера как долготерпение. Евреям 11.1 написано, Вера же есть уверенность, невидимое осуществление ожидаемого. Второе, Коринфянам 5.7 написано, мы ходим не видением, а верой. Наша проблема в том, как прочие люди, как неверующие, многие христиане, ходят видением. пока не увижу, не поверю. Это не вера. Вера это убежденность. Вера это уверенность. Вера это уверенность. Когда человек говорит о Христе, я говорю о вере. Там в словах видна убежденность. В глазах видна убежденность. В поступках видна убежденность. Уверенность в сердце. Это везде пропитано уверенностью. Везде пропитано убежденностью. Молитва, поклонение. Все убежденностью. Я убежден, что Христос воскрес из мертвых. Я убежден, что Христос живет на мне. Я убежден, что Дух Святой действует через меня. Я убежден. Я убежден, что я спасен. Я убежден, что я исчелен. Я убежден, что я восстановлен. Я убежден, что я дитё Божье. Я убежден, что я сделал правильный выбор. Я убежден, что я часть церкви. И это правильно. Я больше не смотрю назад в этот мир. У меня нет мостов. Когда у тебя есть такая вера, у тебя сердце горит огнем Святого Духа. Вера – это осуществление ожидаемого. Я это знаю из библейской школы. Да осуществляй. Вера – это сущность. Я говорю, вера – это сущность. Вера – это осуществление сущности. Вера – это осуществление сущности. Люди, у которых сущность трусость. У которых сущность страх. У которых сущность алкоголик. У которых сущность гордец. У которых сущность блудник. У которых сущность наркоман. Но моя сущность Это вера Божия Это и есть верующие Я говорю, это и есть верующие Ты глубоко заблуждаешься Что ты носишь веру Сущность везет тебя Сущность носит тебя Сущность носит Это сущность Поэтому ты не можешь Спасти алкоголика Потому что твоя сущность верующего Наглухо отсутствует А у него сущность алкоголика Наглухо присутствует Там наглухо Здесь наглухо Поэтому никто не спасается Потому что его сущность алкоголика Сильнее Твоей сущности неверия И все Никого не спасаешь Один годами Ни на кого не влияешь Никто не спасается Никто не хочет из-за тебя Эти библийскую школу учить Никто не хочет из-за тебя Ходить церковь Никто не хочет из-за тебя Ходить на ячейку Никто Никто Я там покарал Я там каю Я там трассу шевелил Еще что-то Кого-то шевелил Послушай Верою шевелитесь Верою двигайтесь Действуйте верою По имя Иисуса И увидьте божественные возможности И божественные чудеса Божественное посвящение Божественное благословение Божественный прорыв Божественное процветание Божественное преобразование Хватит Лукавить И лицемерить Хватит Прикидываться верующими Кто любит Христа Встаньте Вера Действует Любовью Любовь Двигает веру А любовь Никогда не перестает Что-то я разуверовал Что-то я разочаровался Послушай Любовь Это горючая вера Горючая вера Никогда не заканчивается Никогда не проглашается А все больше усиливается Я люблю тебя Иисус Сушность носит нас Я говорю Сушность носит нас Тебя носит Сушность Адама Или сушность Христа Ха-хау Не слышу Я сказал Не слышу А? А Христос Неверующий Правда? Совсем неверующий А слав Верой Христос Тебе Посередине Дороги Разочаровался Христос Как-то В Тебе Который живет О Боже мой Помоги Скажи Боже Помоги Боже Измени Меня Во имя Иисуса Аллилуйя Аллилуйя Сушность Носит нас Хождение Веры Вера Носит нас Как ребенка Мы ходим Не видением А верою Все Рожденные Слыша Ходят Верою Я говорю Если ты Рожденные Слыша Ходишь Верою Действуешь Верою Общаешься Верою Слышишь Верою Я говорю Слышишь Даже Верою Все Рожденные Слыша Неверующие Ходят Видением Поэтому Им Вера Не нужна Неверующие Ходят Видением Ориентируются Видимыми Вещами Верующим Верующим Не нужны Видимые Вещи Вы Слышите Верующим Нужна Невидимая Неверующая Не видит Невидимое А верующие Не ориентируются Видимыми Вещами Солнце Погода Давид говорит Солнце Днем Меня не поразит Нинува ночью Во имя Иисуса на этой конференции Дух Святой сильно двигался, Господь двигался, слава Богу за Христа, слава Богу за Духа Святого. И Дух Святой говорит, прямо сейчас, прямо сейчас молитесь за пастора, против кого сильно колдуют. Я говорю, кто здесь из пастора, из служителей? Выходите, против вас колдуют, никого нету. И вдруг пастор Олег Стариков выбегает, и только что он получает сообщение, прямо вот тут, толко, 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 толко. Видимо, ничего нету. Я сказал, никто не выходит. Казалось бы, надо опустить руки. О, это не Бог сказал. Никто не выходит. Но выходит с мобильником, миссионер, которого послал в Африку, тут же посылает эсэмейску, говорит, колдуны оболчились против меня, помолитесь за меня, пожалуйста. Тут же, во время конференции, приходит эта эсэмейска с неба, эсэмейска с неба, потом эсэмейска приходит к пастору, и это происходит величайшее чудо. Молимся и разрушаем, и аннулируем колдовскую власть. Кто-нибудь, кричите Богу! Аллилуйя! Я кричу, Боже, разрушь всякое неверие в моей жизни! Во имя Иисуса! Аннулируй неверие во мне! Ликвидируй неверие во мне! Пусть твоя вера, как сущность, станет моей частью, частью моей жизни, служению! Служение! Кричите! У израильцам была вера, поэтому кричали вокруг Ерихона, из тени Ерихона рухнули! Кричите! Пусть тени неверия рухнут во имя Иисуса! Амин! Амин! Вы зафиксировали последнее предложение или не успели? Не успели? Неверующий ходит видением. Неверующий ориентируется видимыми вещами. Верующему же не нужны видимые. Верующему нужно невидимые. Невидимый Бог, невидимый Дух Святой, невидимое слава, невидимое присутствие, невидимое помазание, невидимое обетование, которых еще нету. Это и есть вера! Я не хочу, чтобы моя церковь состоялась из одних форм. Брат Фом, сестра Фома. Привет, Фом! Привет, Фома! Сколько лет ты в церкви? Восемьдесят. Сколько раз в библейскую школу прошел? Десять. Верующих? Нет. Я еще думаю. Я еще сомневаюсь. Ходить в церковь или нет? Служить Богу или нет? А кому еще служить? А кому еще посвятить свою жизнь? А в кого еще веровать? В кого? В Христа. Того весь мир гонит. Против кого восстают? Во Франции открытие Олимпиады с ума сходят. Если бы против Магомеда это делали бы, или против Будды, уже всю Францию сравняли бы с землей. Но из-за того, что против Христа есть любовь, есть благодать, есть долготерпение, они думают, это так просто закончится. Это опасные игры, затеяли. Друзья, братья и сестры, мы живем в последнее время. Последнее время это время битвы. Это время духовной брали. Это не время баттлов. Это не время бесед. Это время власти. Это время силы. Это время огня. Это время жезла. Неверующий не видит невидимое. А верующий не ориентируется видимыми вещами. Аминь. Понимаешь, когда ты ориентируешься видимыми вещами, ты уповаешь на свой глаз, на свой мозг, на свою душу, на свои эмоции, на свою память, на свое воображение или на свой аналитический ум. Аналоги ищешь. Чего-то нету. Поэтому это невозможно. Послушай, ты во рабстве у дьявола, если руководствуешься и ориентируешься пятью органами чувств. Если твоя вера основана от твоих пяти органов чувств, это не Божья вера. Это человеческая вера. Поэтому чудес нет. Поэтому ты говоришь, товарищ, определение веры. Я верю, я верю. Твое определение веры не соответствует с определением веры Бога. С библейской. Когда ты по-библейски веришь, все происходит. Я говорю, все происходит. Я вот проповедовал, служил, в дарах Духа Святого смотрю, жена одного пастора, прямо вот, прямо ей плохо. Я подхожу к ней, я говорю, что с тобой? Она говорит, я беременна, у меня уже сколько, уже просто боли, сильно болят боли. Я говорю, выходи сюда. Во имя Иисуса. У нее боль. Я разрушаю дух колдовства, разрушаю дух проклятия, начинаю сгонять от демона смерти, она начинает освобождение получать от демона смерти. Все снято. Все, после этого все в порядке. И в сутки она жила впервые без токсикоза, говорит муж. вера ориентируется невидимыми вещами. Поэтому, смотрите, Псалом 26, 13, я вас не ругаю, я просто говорю в огне, я даже вас не обличаю, я нападаю на твое неверие, я нападаю на твое рабство в неверие, я нападаю на твой страх, на твое равнодушие. Хочу, чтобы у тебя была вхожая афера, чтобы божественные возможности стали твоими возможностями, потому что это возможно только верующему. Иисус сказал, людям это невозможно, но все возможно Богу. Если сколько-нибудь хоть чуть-чуть поверишь, говорит Иисус, все возможно верующему. Все. Абсолютно все. Ты скажешь, а что тебя Бог не исцелил от твоей болезни? А потому что мне надо было соглашаться с Богом. Потому что Он, наверное, захотел во мне увидеть больше веры, чем исцеление от лекоплаки. Потому что пройти это и формировать характер, и до сих пор пройти все это, нужна Божья вера. Серьезная вера. Серьезная зависимость. Чтобы стать настоящим слушателем. Ой, и нам надо пройти? Не знаю. С Богом разберитесь. Кто-то хорошо в статусах написал, тебе могут рассказать о Боге, искать и найти Его должен ты. Абсолютно. Псалом 26, 13. Скажи, Псалом 26, 13. Псалом 26, 13. Нашли? Абсолютно. Абсолютно. Но я верю, что увижу благость Господа на земле живых. Вначале верую, потом вижу. Поэтому надо верить, что увидишь благость Господа в своей жизни, в своем доме, в своей семье, в своей церкви, в своем городе, в своей стране. Мне говорят, что будет с Россией? Что будет с Россией? Я говорю, я верю, что все будет по пророческому слову. Я стою на пророческом слове, я стою на обетованиях и я верю, что я увижу благость Господа о России, к России на основании этих пророческих слов. И мне абсолютно все равно, кто колдует против России, кто проклинает Россию, наш народ. Я верю в Божья воля. Она больше и сильнее, и крепче, чем любая человеческая воля. Поэтому сначала вера, потом вижу. Неверующие сначала увижу, потом поверю. Фома! Фома! Скажешь, ну, Иисус показал Фоме, но не всю жизнь не хотел Иисуса Фомой. Тебе я тоже Господь не раз показал. Сначала показал, увидел, а теперь верь. А ты ходишь, нет, постоянно покажи. Постоянно покажи, чтобы постоянно я верил. Не-не-не-не, я уже раз показал. Ты уже раз поверил. А теперь ходи, верю. Дайте мне постоянно чипсы. Дайте мне постоянно Кока-Колу. Да не-не-не, пора, чтобы ты мне картошку жарил. не слышу вас покормите меня чтобы ты меня покормил пророк Илья не кормил вдове не привез он туда ни 100 грамм муки ни 100 грамм сахара и ни 100 грамм родниковой воды ничего сказал иди и принеси мне еды почему Христос говорит много было вдов однако только к ней Господь послал пророка благодарит что Бог посылает к тебе пророка хочет выдавить из тебя веру хочет выдавить твою сушь хочет чтобы ты стал настоящим верующим чтобы был избыток у тебя воздай славу Богу еще было во времена генерала Немия там еще было много прокаженных однако Бог генерала послал к Елисею прокаженного потому что там надо было выдавить веру там хотя в начале была гордость спельчивость как и у нас многих но потом был разумный раб послушайте много требует тебе пророк ну чуть 7 раз ну эти приседания делай ну иордане 7 раз ну что тут сложного встаньте на утренний молитв о нет кричите о нет поднимите руки о нет молитесь о нет жертвуйте о нет а что есть вера ваше понимание вот я знаешь христиане современные как в солярии идут лежат хотят церкви поза гора знаешь что получилось вот понимаешь ленивые идут в солярии на солнце надо ну переворачиваться крутиться купаться зашел в море скупнулся опять опять охлаждаться понимаешь чтобы загар был хороший крепкий в солярии пришел 10 минут туда 10 минут туда и все христиане дайте мне это обслужите меня давайте меняйте пятку меняйте нос меняйте печень надо менять сущность дайте колесо от машины дайте таблетку какую-то вечную дайте вечный двигатель Иисус есть вечность вечность есть Иисус вот здесь еще ничего что я с вами а ничего вы уверены что слава Богу что я с вами 2 Калифином 4 17 18 ибо кратковременные легкие страдания наши производят что производят о Бог мой безмерно произбитки вечную славу когда мы смотрим ненавидимое но не невидимое ибо видимое временное и невидимое вечное что что делает страдание страдание помогает видеть невидимое именно в страданиях учишься видеть невидимое вот тогда у тебя крыша едет точно но варианта нет придется включить воображение воображение веры знаешь когда я то верующий кто верит что я верующий не серьезно поднимите руки кто верит что я верующий хорошо верующий садится в самолет и все и начинает крыша ехать новосибирь сочи все все знания закончились все формулы все абсолютно все что можно мысли приходят исповедую не исповедую ничего нету придется дальше искать с Бога придется дальше повознать Бога придется дальше получить откровение от Бога придется углебляться дальше помогает держаться за невидимое за невидимого Бога Поэтому Библия говорит, что страдания, что-то производит, скажи, страдания? Еще раз. Что-то производит. Аминь? Че я тут страдаю? Че я самый черный, что ли? Че, или рыжий, что ли? Я один страдаю. Че я должен страдать тут? Зачем мне эти страдания? Зачем тебе мне это надо? Больно, ааа, больно, ааа. Мне тоже больно. Христу не было легко на кресте. Так пострадал Господь. Аж подключиться к вечной славе. Поэтому что делает страдания? Пиши. Ой, ой. Спасибо. Доброжелатели, спасибо. Страдания, испытания помогают видеть невидимое, помогают видеть славу, помогают подключаться к вечности. Именно там что-то Бог производит. Кто хочет, чтобы Бог что-то производил в нем? А? Или вы хотите постоянно производить то, что вы хотите производить? Где ваша архитектура? Дизон проект? Послушайте, еще ходим. Ходим. Попроще. Не слышу вас. Позвольте Богу производить характер Христов, Дух Христов, Дух Вера по имя Иисуса и подключить к вечной славе. Мне жалко, я смотрю на христиан, мне жалко, жалко, чем они живут. Зимними вещами, зимними. Материалисты. Материалисты. Исты. Исты. Храни нас, Господь, от всех истов. Гомосексуалисты. Вы слышите? Вы дальше умнее меня, да? Гать. Ибо, скажите, временные, кратковременные, кратковременные, то есть на короткое время страдания, чтобы производить вечную славу. Стоит или не стоит? Согласен? Заплатить цену за страдания, чтобы ходить в вечной славе. Аллилуйя. Не, мне не нужна такая церковь. Это как однажды один пришел к мужу Божьему, говорит, я хочу, чтобы то помазание, которое на тебе, чтобы это было на мне вдвойне. Он говорит, ты серьезно это хочешь? Да. Точно это хочешь? Да. Начинает молиться, Господь, во имя Иисуса, пошли моему брату двойную скорбь, чем мне послал. Все исчез. Под рукой никого не осталось. Многие думают, что пастор, дай понесу твою сумку. Хотя не мешай бы, чтобы я вот вообще дюдо из. Можно я немножко поговорю с вами откровенно? Пастор приехал после операции, кто-то подождал бы. Сумку стащить снизу, еще что-то, помочь, чехол, мехол вверх, вниз, служение закончилось, моется, подождать. Нет, нету. Я благодарен вам за вашу веру, что верите в меня, что я всегда молодой, здоровый, красивый. Но многие думают, что поносит мой чемодан, помазание перейдет к ним. Не-не-не, будь рядом немножко. Топай моими тропинками. Елисей, чтобы что-то получить от Илли, он ходил степ ан степ, шаг за шагом, за Иллей. Он не поворачивался. Куда? Куда? Вефрем? Я туда. Куда? Еще куда там? Ярдан? Туда. Куда еще? Ерехон? Туда. Еще куда? Галган? Туда. Еще куда? Куда? Ты туда, я. Вот ногу ты сюда, я сюда. Я не пойду. Шаг лево, шаг право. На какой камень наступит твоя нога, на тот камень наступит моя нога. Какими маршрутами пойдешь ты? Какими маршрутами пойду я? А то дай чемодан по носу. Возложите руки на голову мою. Я не против возлагать, я люблю возлагать. Я люблю служить, люблю это, будьте, но я хочу, чтобы у вас была вера. Потому что без веры возложить хоть Мадабука, хоть Бенихин, хоть Бонки, хоть кто угодно, сам Господь Иисус не может ничего делать. Нет веры. Так написано. Без веры Богу годить невозможно. 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 Все. Вот поэтому невозможно возможности Бога. Потому что нет веры. Когда есть вера, возможности Бога возможны в бизнесе, в финансах, в ячейках. Я был в Крыму, многие поехали отдыхать. Я не против, чтобы отдыхать, пусть отдыхают. Все хорошо, никаких проблем. Я приехал дома, послужил, многие отдыхали. Я поехал в лесу. В конференцию вернулся, многие продолжают отдыхать. А что, отдыхать не надо? А ты что осуждаешь? Я не осуждаю. Я даже не обличаю. Я просто говорю, каким путем мы идем. Кому мы подражаем? Что мы хотим иметь в своей жизни? Если мы точно ценим то, что здесь есть и хотим это иметь, значит, за все надо заплатить цену. Амин. Посмотрите, скажи, вот какой Иисус крутой? Скажи, Иисус крутой. Скажи, Иисус крутой. Он единственный крутой. Амин, амин, амин. Скажи, я люблю Иисуса. Понимаете, левиты, если вы любите Иисуса, вам не надо здесь напрягаться, вам не надо терять, когда Он приходит. Любимый пришел, что напрягаться, что теряться? Когда любимый рядом. Любимый здесь. И дух, и душа, и мозги, и тело, и клетки, все поры открыты. Для любимого. Все каналы. Прям, 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 аллалуя. Он берет тебя в этих танцах и ведет. Любимый. Отдень на его носочках. Отдаешься ему, и Дух Святой тебя ведет. Это спой, это играй, это звучание, этот голос, этот тамбор, мембор, этот жанр, аллалуя. А теперь джаз. У-у-у-у. Здесь или нет? Один, ребят, симфа, рот. Я помню, когда здесь было поклонение, мощная была конференция у нас, и потом такое было присутствие, вдруг Иисус пришел, сам Господь пришел, говорит, мне нравится, как ты поклоняешься, я хочу с тобой вместе поклоняться. Взял и начал меня вести. И я за ним. Великолепно. Послушайте, посмотрите, я последние два места, из места двигаться не буду, потом кто-то помолится, хорошо? Потому что мне кое-что надо делать сильно, смотрите, это так сильно, Господь Иисус. Евангелие Дуки 24 глава, там написано, что он ученикам сказал, идите, ребята, в Иерусалим ждите меня там. И двое учеников, чтобы, короче, попутали дорогу. Не в Иерусалим начали, видимо, кто-то знаки перепутал. В Имаус начали идти. Не на Москву, а на Хабаровск пошли. Знаков не видели? Аллелуя! Чито, грито, чито, маргарито. На Читу поехали, да? Луки 24, 31, написано. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидимым для них. Как будто Господь в прятки играет, да? Круто, да? Они шли в Имаус, он приходит к ним, для них он был как садовник. Представляешь? До этого места ученики разговаривали с Иисусом, он для них был как садовник. Он разговаривал, этот садовник им рассказывал, от пророков разъяснял. Читайте это место. Все рассказывают, они ничего не понимают, что это Иисус, не атмосфера. Потом, когда он стал невидим, они говорят, не горело ли сердце наше? Когда он говорил еще с нами, да? Понимаешь, когда Бог говорит с тобою, что-то в сердце происходит. Казалось бы, вот-вот-вот-вот, они начали видеть его. Вот-вот-вот, он начал адаптироваться, а он исчез. А ты что, издевка какая-то? Нет. Он в них вырабатывает веру. Потому что блаженник кто? Верующие, а не те, которые видящие. Аминь. Благословение туда приходит. Поэтому, поэтому, братья и сестры, как уверовали, как только уверовали, он стал невидим для них. Поэтому важно, чтобы ты знал, спасен ли ты или нет. Ты спасен или нет? Откуда ты знаешь? Что значит верую? Духом святым знаю. Свидетельствует моему духу. Имея тот же дух веры. Дух веры, что я спасен, что я исцелен, что я благословен. Последнее место. Ну, на сегодня последнее место. Евангелие Латяна, 11 глава, 40 стих. Иисус, Иисус, Лазар умер три дня в гробу. Все в трауре. Все в проблеме. Все в депрессии. Все плачут. И все претензии к Иисусу. Все претензии к Богу. Правда? И к пастору. Иисус говорит ей. Иисус говорит тебе. Иисус говорит тебе, брат. Иисус говорит тебе, сестра. Иисус говорит мне. Иисус говорит нам, церкви, городу, стране. Иисус говорит ей. Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? Он не сказал. Если будешь веровать, увидишь воскрешение из мертвых. Иисус всегда предлагает больше, больше, чем нам надо. Потому что в славе Божьем есть больше, чем просто воскресенье или только воскресенье из мертвых или еще что-то. Там есть нечто всегда больше. Поэтому, не важно, что говорит твоя соседка, не важно, что говорит твой род, не важно, что говорит твое социальное происхождение, не важно, что говорят твои там тети, дяди, не важно, что говорят твои родственники, твои подруги, что говорят телевидение, важно, что говорит Иисус. Сегодня вы пошли за этими психологиями, философами, умными изречениями, мудрецами мира этого. Забыли про величайшие слова нашего Господа Иисуса из Евангелия на все жизненные ситуации. Говорят, не сказал ли я тебе, если будешь веровать, увидишь славу Божию. Если будешь веровать, увидишь чудеса. Если будешь веровать, увидишь процветание, увидишь благословение. Если будешь веровать, если уверуете, увидите славу Божию. Поэтому отвалите камень. Отвали камень, слышите? Отвали камень неверия. Твое бездействие говорит о том, что на тебе камень лежит. То, что ты не проповедуешь Евангелие, на тебе камень лежит. То есть то, что ты не свидетельствуешь, на тебе камень лежит. Камень неверия. Дьявол тебя похоронил, поставил над твоим гробом камень, памятник, и говорит, да, он там есть, но он мертвый. Поэтому Иисус говорит, да, надо отвалите, чтобы не свалить из церкви, отвали камень. Поэтому все, которые не отвалили камень, свалили. Отвали камень, и начнешь действовать. Камень неверия, увидишь славу Божию, начнешь молиться, начнешь проповедовать, и жизнь станет легче. Я говорю, потому что Божьи возможности придут. Божественная поддержка придет, Божественная подпитка придет. Ты не будешь избегать трудностей. Для того, чтобы войти в эту славу, нужна такая же вера, хотя бы, хотя бы, как у меня. Но лучше, как у Христа. Лучше Божью веру. Амин. И вы увидите то же самое. То же самое. Я понимаю, что многие не хотят видеть то же самое, что я вижу. Потому что, если это была бы сплошная лафа, халлалуя, христианство, по дорожкам по Европе, халлалуя, пальмы, будет лавак, песок, по которому ходили ноги твои, да, кокос, макос, да, черное море, мотоциклы, а, а, корабль, лодка, а, еще что, мечтаете? Домик под водой, да, как в этой эмиратах, халлалуя, живут же люди, да. Как бы вы не держались за эту временную землю, вы не можете вечно держаться. Потому что Господь сказал, небо и земля пройдут, все. Знаешь, вот так, как мыльный пузырь, вот так держишься, порадовался на время, оп, нету, лопнуло, да, дети же, еще раз дуют, опять пузырь, опять пузырь, ой, смотри, нету, ой, смотри, нету. Вот эта земля, как мыльный пузырь, лопнет. Держитесь за Господа, за Его Слово, за Его Отковение, за Его присутствие. И пусть никогда жажда по Богу не уйдет из вашей веры, из вашего сердца. Поэтому приходите в вере, получайте веру, уходите верою, живите верою, молитесь верою, работайте верою, звоните верою, пишите сообщения верою, пойте верою, аллилуйя, реагируйте верою. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Когда Бог меня исцелил от ни каплаки, были ли я в вере? Да. Когда Бог не исцелил меня, довел до операции, были, я верил, еще глубже. Еще глубже. Еще больше. Еще сильнее ожидание этого невидимого Бога. Его руку. И еще дольше. До сих пор. До сих пор. До сих пор. Это только на третий день после операции сам Господь Иисус пришел ко мне в палату. Только на третий день. И сказал слова, которые просто принесли такое сокрушение, такое смирение. Я был в шоке. Я не читал этот момент. Даже я не помню, когда последний раз 53 главу Исаия прочитал я. И это стих, чтобы запомнилось. Сам Господь сказал. Сам Господь пришел. Бог сказал. что они думали, но не знали. То же самое у них такое отношение, говорит, к тебе, как было к Иисусу. И сказал. Не падай духом, сын мой. Так мыслит падшее творение. Послушайте, такие слова услышать самому никогда не додумаешься. Самому никогда не додумаешься. Если сам Господь не придет, не скажет. Это так сильно, когда хоть где-то в чем-то ты чуть-чуть в скорбях и в страданиях похож на Христа. Это величайшее благословение. Понимаешь? Когда у тебя есть вера, атмосфера внутри у тебя заряженная. Когда у тебя есть вера, приходишь в церковь, в церкви атмосфера заряженная. Когда у тебя не верят, у тебя все не заряжено, все потухше, кто бы меня воскресил, кто бы меня зарядил, кто бы. Послушайте, давайте верить, потому что если Господь так зарядит, как меня зарядил, не хочу, чтобы кого-то так зарядил. Не хочу. Пусть Бог всех ведет своими путями во имя Иисуса. Может, у меня такое призвание, поэтому он ведет. Может, у меня такая ответственность, поэтому ведет. Может, от меня чего-то нас ждет Божьей, поэтому ведет. Может, кто-то выдержит, кто-то не выдержит, но Бог свидетель. Бог свидетель. Я ни на одну секунду не сомневался и не роптал, и не было негативизма. Все, что было, это люблю тебя. И потом Галима песня. Любовь твоя вечная. И это все исходило. Что исходило? Сущность. АПЛОДИСМЕНТОМ 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 Многие христиане, я, 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 буквально, недавно, Бог меня обличил, буквально, вчера в аэропорту. Я думал, я еще до конца обрезанный. Потому что часто я слышу христиане говорят, благодаря, что я христианин. Типа, если вы нет, то я тебя просто стерплю порошок или еще что-то, или там, вот, или христиане некоторые матюкаются, еще это. Это есть твоя сущность. Ты не христианин. Если ты, типа, христианин матюкаешься, не можешь быть с одного из точек матюкаться, ты понимаешь, или нет, еще где-то, да? Вот. Я пришел в этот бизнес-зал, слава Богу, за баллы там у меня, там, золото, когда у меня будет плотину? И вот, пришел в этот бизнес-зал, вот, и опять эти же были, ну, эта же команда была, которая была тогда, эти сестры, ну, работники Севен, вот, сестры, вот. Не стюардессы, которые в бизнес-зале, ну, работники. Я пошел, я говорю, пришел, я говорю, почему, я в прошлый раз, говорю, эти же котлеты были религиозные, вот эти же макароны, и сейчас, говорю, что, меню у вас не меняется? Один раз, не ожидали, знаешь, что человек может так часто летать, и одно и то же меню, начали оправдаться. Ну, и пошел, я с мамой разговариваю по видео, и один мужик, что ты разговариваешь по видео? У меня все началось, знаешь, подниматься. Я думаю, неужели? Я за маму, да? Хорошо, что я не сказал это, но это все пулеметом, понимаешь, ждал, когда это все выстрелит. я уже себя представлял, что я с этими, с вами делами, я кидаюсь, у меня все воображение, как я просто его, просто вот, вот, все свои борцовские приемы, там, вспоминаю, вот это было, а потом раз думаю, Господи, прости меня, сколько еще всего во мне, поэтому быстрее, пусть вот в этом бизнес-зале это исчезнет, нежели на операционном столе. Давайте споем сегодня «Любовь Твоя», и Он будет здесь. И если вы реально имеете нужду, где вы хотите, я помолился, я возложу руки на вас. Только выходите верою, если вы будете выходить. Только верою. Почему вы вышли? Зачем вы вышли? Зачем вы вышли? Еще присутствия нет, еще славы нет, то, что я обещал, но скоро будет. То, что мне Бог говорит, что это будет. Да. Закройте глаза, поднимите руки. Все. И как только вы идете присутствия, идите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Благодарю 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вечная любовь Твоя С неба к нам пришла Жизнь Твою на кресте За нас отдала Вечная любовь Твоя Подарила жизнь Заплати Своей кровью За мои грехи Вечная любовь Твоя С неба к нам пришла Жизнь Твою на кресте За нас отдала Вечная любовь Твоя С неба к нам пришла Жизнь Заплати Заплати Своей кровью За мои грехи Благодарю 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 Тебя Иисус Благодарю 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 Слава Богу! Я люблю Тебя, дорогой Иисус! Люблю Тебя! Люблю Тебя! Люблю Тебя! Иисус! Люблю Тебя! Я люблю Тебя! Люблю Тебя! Люблю Тебя! Люблю Тебя! Люблю Тебя! Дорогой Иисус, люблю Тебя. Дорогой Иисус, благодарю за любовь Твою, благодарю за любовь Твою. Дорогой Иисус, благодарю за любовь Твою. Дорогой Иисус, благодарю за любовь Твою, благодарю. Дорогой Иисус. 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 Любовь Твоя подарила жизнь. Заплати своей кровью за мои вещества. Еще раз, пожалуйста. Без музыки подключайтесь. Вечная любовь Твоя подарила жизнь. Заплати своей кровью за мои грехи. Благодарю. Благодарю за любовь Твою. Благодарю. Благодарю за любовь Твою. Благодарю. 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 Благодарю за любовь Твою. Благодарю. Тишина. Поднимите руки и закройте глаза. И тишина. Ты и Он. Он и ты. 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 Он и ты.